Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики, доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Хм, откуда ж мне было знать. Собери силами, ну! Давай, покажи ему! Фосс хочет тебя видеть. Спасибо. Так, босс, хочешь меня видеть, да? Я тут не помню, всё, башку, ну всё, так, так, так. К этому вот, у оружейника я ещё не добрался до какой-то фигни там. Там что-то у него было. А, добрался я, чё я? Добрался же я, всё, всё, я добрался, всё нормально. Так, здесь у нас ничего интересного нету. Тут всё у нас ничего. Ладно, пойдём к боссу тогда. Так, давай на второй сходим этаж. Чё-то у нас интересного. Тут ничего, ничего. А у нас ничего интересного. Ну и ладно тогда. Так, о, красное что-то загорелось. Так, открыть дверь. А, дверь загорелась что-то. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. День сбора Дани, парни. В доме за рулём, поли СМ на вас остальное. Всё как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процентов. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костолома вроде Морелла. Мы выше этого. На услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфа машину. Хорошо, босс. Винни передаёт, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Так, Винни. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20 назад. Винни, Винни, это кто у нас? Оружейник. О, отлично. Винченцо. Блин, двери эти открывать так вообще. Здорово, чувак. Так. Ну, давно пора. Давай. Боли, док. Это не в счёт. Направь её на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. А теперь давай. Бабах. И мозги по стене. Так. Теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. И ещё запомни. Пушкой светить нельзя. Держи её за поясом. Ага. Отлично. Когда начнётся борьба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Эээ, это для босса и Фрэнка, Винченцо. А для тебя я, просто Винни. Так, а достать? А, тут, наверное, не должно достать. Ладно. Винни. Винни-Пух. Ну, чё стоим, булки жмём-то? Поосторожней там, ребята. Погнали. Я это и бифа, он говорит, Морелла всё ещё бесится. Так, чё-то появилось. Газета. Газета 29 октября 30-го года. Один год после краха. Нафиг. Ерунда. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло суёшь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять в стекло. Смотри. И... Да ты просто волшебник Ральфи. Давай-то, Томми, покажи, что ты умеешь. Ну, давай, покажу. Ага, подцепил. Вот так и надо. Вот такой я молодец. Парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на... А чё? Знаешь, где это? Срава-то не заводится. Эл снова задержал? Ну же, да. Эх, очень жаль. Разбегайся. Так, ты чё, дебила, кусок, а? Стоять. Мне кажется, когда я сигналиваю, они все ориентацию теряют. Транспорт. Сразу тупить начинают. Так, шухер, менты. Менты трамвай подрезали, что ли? Так, чё вам, повеселее есть музыка какая-нибудь? Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда всё идёт как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. У меня тоже она выходить. Вдвоём не справитесь, что ли? Тётя, беги отсюда, тётя. Беги. Сэм, Поли, как дела? Класс. Пока не родила. Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была её бабуля. Так, вижу, чё там. Так, чё такое? Письмо из банка, уважаемый мистер Берторелли. Выдавляю, что вы не выполнили свои обязательства по оплате займа. Срок оплата должности прошёл 15.30. Мы не получили от вас ответа на просьбу об оплате. Если полностью у вас задолженность не будет выплачена в течение двух недель, я буду вынужден, поручить банку, начать процедуру изъятия вашего дома и предприятия. О, как! Здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достаёт? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас... Том их возьмёт. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудно выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл. Я так и знал, что ты не подведёшь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку... Здрасте. Если денег не будет... Они в подсобке, Том. А чё-то сейчас стоит. Где деньги? Инфами. Фитуси. Войчи сукятой сангвэ. На столе! Коричневый конвер. Ага, вижу. Что-то хабарики-то бросаешь в магазине. Очень рад был вас повидать. Культурщина, блин. Так, дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таолоу. Он ещё не помер? Кого, гляди, и помрёт. Вроде там рулит его племянник. Дом на самом деле старого владельца зовут Юджин. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавке. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог её оттереть. Мы держим этих узкоглазых на кучке, чтобы банды из Чайна Тауна понимали, это наш город, они. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придётся познакомиться. Ну, я думаю, мы сейчас и познакомимся, наверное. Сейчас как раз и познакомимся тогда. Тут прям китайский квартал. Не дуди! Дуди-тон. Как любит дудить. Приехали. Сейчас я сам, сэм. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Сейчас он по башке-то он даёт там. Порой ему надо давать шанс всё сделать самому. Пускай порезвится. Вылетит оттуда, наверное. Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Полли завёлся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Так, ну что, кто через окно вылетит-то? Никто? Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Ещё и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка крови испачканы опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встанет. Пойдёшь с нами на дело ещё раз, Том? У нас много историй о племянниках-китаёзах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да, вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само всё выходит. Ну, а я чем хуже? По-твоему, это любого по силам? Мы с Полли годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во всё врубился. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарвал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошёл на дело в первый раз, он передо мной и на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще всё ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаешься. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно закрепаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. На пути Бост Хевер останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаём его к Тридроге. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но боссы другим семьям разрешают им пользоваться. Даже Борелла? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тасковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поля. Но он ничего не любит. Ни гулять, ни в заперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна пока лето, холод собачий и темно хоть глаз выкать. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поля ненавидит? Что ж, рад помочь. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. О, нам желтенькую нату. Красивенькую. Том, Том, Томми, я ранен. Господи, Поля. Скажи, Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Ну что, первая битва. Так. Вытащите за хорошо. Куда мне что? Оружие где у меня? А, во. Так, а ура. Пистолет. Надо пойти посмотреть. Так, стрельба-то не очень, конечно, тут. Блин, откуда ты взялся-то пингвина, блин, а? Мы узнаем, чем все закончится. Ну кто где, давай. Заходи сбоку! Давай! О, конец! О, конец! Через бордюр, нифига. Так, а у меня есть аптечка? Патроны вижу. Так. Взять тело. Зачем оно мне? Оно мне не нужно. Так, аптечка внутри. Да ё-моё! Блин, не, внизу аптечка, значит. Так, хорошо, а где мне её искать? В доме. Так. Так. эту аптечку ладно а они запрыгнуть чертова аптечка блин а бля мне аптечка нужно где мне брать торкает кого-то что так вот вниз у нас до получается вы считать нашел проход о так быстрая смена вот это я понимаю а и и и и и и так вот с аптечкой конечно так балкон комикс какой-то так все можно вниз без аптечки пройду не пройду так аптечка я съел очень хорошо так то что у нас коврей ковры спрятали так что такое предвыборная листовка принесем горду процветание убирайте роберта гиллотте в городской совет покажешь свою пачку давай еще раз вылези блял как-то привет Блин, а как убивать-то, если он за этой? Готов? Мурзик. Готов. Так, тут что у нас? Аптечки, получается, с собой не взять, то есть беру чисто в аптечках и всё. Карманный револьвер. А у этого что? Ничего? С чего ты стрелял-то? Эх, барбос. Так, ну ладно, пошли. Сэм. Ох, и досталось тебе, дружище. Боже. Держись. Всё будет хорошо. Ты же старовяк. А? Чёрт, он взял деньги, Том. Я догоню урода. Где Сэм? Внутри. Он жив. Ну ладно, забирай бабки. Давай-давай-давай, газуй-газуй-газуй. А почему у меня это целится? Мне же это не нужна машина. Так, а мне как стрелять? Но пустой стрелять. Сверх Ilana. Он пустой стрелять. Так, вы все, приехали, да? Молодцы, красавчики. Тихо, тихо, тихо. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Машинка хорошая. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Продолжение следует.